Я вырос в спортивной семье, у меня отец тренер. И вот сколько я себя помню, я тренируюсь. Отец тренировал, односельчан. Мы жили на первом этаже, и на первом же этаже был спортзал. Просыпался от шума спортзала и думал, вот я опаздываю на тренировку. Утром тренировка, после школы пришел, по дому работы, вечером тоже тренировка. Если я хотел друзей найти, два варианта было. Или на поле, я смотрел, на улице нету, там на поле, где футбол играли. Если там нету, то я ходил на шлюз, там, где мы купаемся, значит, там я там всех находил. Я, конечно, нелегкий ребенок тоже был. У меня тоже были свои минусы, и до сих пор они есть. Вот отец смог это подкорректировать, без наказания не оставлял. Он всегда говорил, что если человек какое-то действие совершает, он должен почувствовать за ним какую-то горечь, чтобы в последующем он был осторожен. Я считаю, что это правильно и без этого вообще невозможно. В 2004 год, я помню, открытый чемпионат Дагестана, там очень много именитых бойцов участвовало, все говорили о боевом самбо и так далее. Вот это все нам направляло. Я видел, кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Горечь поражением, радость, победа. Я тоже хотел это почувствовать. Я как бы думал в детстве, что я хочу стать чемпионом, но я не думал, что я могу стать настолько популярным, там даже и предположиться бы не мог. Было много трудностей на пути, там как висогонка, подготовка. Иногда ты проигрываешь, приходится тебе после поражения возвышаться. Первое, сперва порвал крестообразные связки, потом мениск. Операция, реабилитация, операция, реабилитация. Сломал два ребра, там тоже где-то полгода уходил на восстановление. Ну, тогда думал, можно и там надо оставить. И тогда отец говорил, что это трудность, испытание, которое надо пройти, не надо останавливаться, без терпения. Семья для меня на первом месте стоит. У меня, например, есть возможность жить в Америке, где-то в Европе, может, или в других местах. Я намного лучше жить уровнем, чем, например, в Дагестане. Почему я это не делаю? Это мои родственники, семья, родители. Там же не будет. Место СЛД – это место дисциплины. Если где-то люди работают, чтобы заработать деньги, здесь они работали, чтобы выживать. Здесь они жили. На другой горе у них находились огороды, утром просыпались, вместе с солнцем вставали и работали. И ты уже автоматически становишься человеком дисциплинированным, который ценит свое время, привыкший к тяжелому труду. Так что раньше нету, где бы ты в Сильде был или ты был в Лас-Вегасе. Надо помнить, кто ты, что ты, откуда ты. Что у тебя есть семья, что у тебя есть родные, чтобы им стыдно не было за тебя. Мои планы в следующие два-три года выступать, драться, конкурировать, защищать свой пояс, строить наследие, так скажем, и творить историю. Я в своей Корее за 26 боев я никогда не выбирал себе соперников. Кого они хотели давать, они давали, я их принимал. Ну, ЕСИ ведет переговоры с Коннором. Я лично тоже хочу с ним подраться. У нас наличие на это перешло. И надеюсь, что мы когда-нибудь подеремся. Юлий Цезарь говорил, лишь дисциплина и упражнения ведут к храбрости. Хочется сказать подрастающему поколению, людям, которые хотят чего-то достичь, если ты просто дома сидишь, у тебя ничего не получится. Вот у тебя есть какое-то русло, да, держись, не отходи от своего пути. По мне дух моих отцов. Ежедневно я совершенствую свое тело и разум. Противник мне не враг. Мой враг – страх и слабость. Меня невозможно сломить. Мои нервы, как сталь. Внутри меня свет. Я не боюсь твоим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова